Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в Экотехнопарке Skyway. Сегодня прекрасная погода, разве что немножко ветрено. Гостей кофеста интересовало, что же это за новое помещение, появившееся на территории Экотехнопарка. Меня тоже это заинтересовало. Мы с вами сегодня поговорим с Василием Александровичем Муравским, который возглавляет бюро стендовых испытаний. Это его хозяйство. И я думаю, что всем будет интересно узнать подробности создания подвижного состава Skyway. Следуйте за мной. Здравствуйте, Василий Александрович. Здравствуйте. Ну, во-первых, расскажите, наверное, о своем подразделении и о том помещении, которое вы получили в свое владение. Подразделение наше занимается исследовательскими испытаниями деталей, узлов и агрегатов наших транспортных средств. То есть эта работа необходима для того, чтобы наши конструкторы создали реально транспортное средство, которое будет отвечать безопасности, благовечности и всем необходимым требованиям для транспортного средства, для его успешного использования. Стендовые испытания у нас существовали с самого начала создания транспортного средства, но мы находились на совместном площадях с производством. То есть те режимы, которые заявлены для наших транспортных средств, мы не могли в полной мере в целях безопасности реализовать в условиях совместного существования с производством. Поэтому было построено специальное здание, в котором мы сейчас размещаем наши стенды, на которых будем в полном объеме, на полных режимах испытывать детали, узлы, агрегаты наших транспортных средств. Поэтому здание сделано специально с заложенными элементами безопасности. Испытываем все, начиная от колеса, через весь ряд наших систем, узлов и агрегатов транспортного средства и, естественно, элементы путевой структуры. То есть все это влияет на безопасность и все это подлежит испытанию. Скажите, а какие именно требования безопасности учтены в конструкции данного помещения? Ну, во-первых... Чем оно отличается, скажем так, от любого другого цеха или здания? Общая инфраструктура, будем говорить, энергообеспечения, то есть вот тут вы видите шкафы управления нашими стендами и всем остальным вынесены в отдельное простое помещение, которое, будем говорить, носит такой легкий характер. Боксы, в которых расположены испытательные стенды, у них имеется специальная повышенная толщина стен, на случай непредвиденных обстоятельств. То есть боксы сделаны специальным запасом прочности и специально для размещения стендов. Стенд для испытания систем такосъема, то есть для передачи электроэнергии, то есть забора электроэнергии с путевой структурой на транспортные средства, чтобы транспортное средство наше могло работать без внутренних батарей, внутренних источников, которые сейчас установлены на наших транспортных средствах. Он уже подключен, он уже функционирует? Он подключен, да. Уже испытываются варианты токосъема, то есть варианты конструкции, которые будут стоять на транспортном средстве, варианты линий, только несущих на структуре. Для этого, для этих задач создан этот стенд. А почему он в данный момент выключен? Ну, во-первых, высокие токи, высокие напряжения, высокие нагрузки. То есть нагрузки, мало того, что они приближены к реальным нагрузкам, на которых работают наши транспортные средства, но, как при всех испытаниях, эти режимы у нас превышаются для того, чтобы убедиться, то есть в максимальных режимах, если работает транспортное средство, чтобы все это было безопасно. Для создания запаса прочности. Да, то есть в полной уверенности и безопасности этого средства. То есть вы выключили все ваше оборудование специальное, готовясь к визиту нашей съемочной группы? Абсолютно правильно. Хорошо, давайте посмотрим еще, что у вас есть интересного. Да, ну, следующее помещение, следующий бокс, это у нас стенд испытания колеса. Вот этот стенд испытания наших колес и вариантов конфигурации нашей путевой структуры. То есть нижнее колесо – это у нас путевая структура, верхнее колесо – это наше колесо транспортного средства. Стенд также предназначен для исследовательских испытаний, для подбора материалов, для подбора конструкции колеса, чтобы это было первым делом безопасно, во-вторых, закрывало полный диапазон скоростного режима наших транспортных средств. И, естественно, при работе пары колесо и структура, по которой оно катится, то есть подбор материалов и конструкций покрытий нашей структуры. А скажите, понятно уже, что будут испытываться колеса высокоскоростного юнибуса на скоростях превышающих 500 км в час, поскольку вы говорили уже с запасом. Уже на данный момент на каких скоростях проходили испытания? Ну, уже больше 300 км в час мы вращали колеса, то есть на этих режимах. Но я говорю, что этот стенд пока сейчас идет для исследовательских испытаний. То есть те материалы и те конструкции колес, которые предлагают наши конструкторы для их реализации, для наших транспортных средств. Это стенд испытания наших элементов путевых структур. То есть называется он полностью стенд испытания нижнего пояса фермы. Стенд позволяет нам посмотреть как конструктивные особенности элементов путевых структур, так и отработать некоторые технологии для монтажа этих структур. То есть вот в предыдущих испытаниях мы делали, приваривали на натянутый уже образец, приваривали элементы другие путевой структуры, смотрели состояние швов, смотрели себя, как будет вести на многопеременных нагрузках эти швы, которые при максимальном растяжении были положены. То есть, еще раз повторюсь, позволяет как конструктивно, так и технологически подобрать путевую структуру, элементы и их технологии создания. Но я вижу, что здесь стенд только устанавливается. Где вы уже это делали? Мы пробовали в плане, в рамках, будем говорить, приемочных испытаний этого стенда на территории производства, на Селицкого. Сейчас он устанавливается здесь, на территории нашего испытательного центра, в Мариной Горке, и здесь будет использоваться он в полном режиме, с полными нагрузками. В преддверии осуществления адресных проектов. Абсолютно правильно. А скажите, какого размера детали здесь будут испытывать? Здесь детали, наши элементы, где-то порядка трех метров. То есть, этого достаточно для того, чтобы сделать выводы и провести испытания, сделать выводы о прочностных характеристиках. Это те детали, которые мы здесь видим? Да, да. Это образцы, это специально подготовленные образцы разных конструкций, из разных материалов, с разными технологиями изготовления. И опять-таки, это будут у нас исследовательские испытания. Спасибо большое, Василий Александрович. Не смею вас больше задерживать. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на наших официальных сайтах. Поддерживайте проект SkyWay, ведь здесь есть кому позаботиться о вашей безопасности. Строй SkyWay! Спасай планету!